Тумсо, я армянин. Согласись, если бы чеченцы были бы христианами, то войны и распри между вами с русскими не было бы. Ты скажи это грузинам. Вы знаете нашу принципиальную позицию в отношении установления любых видов памятников экстремистам, террористам, боевикам и коллаборационистам. Эта позиция неизменная, принципиальная и относится к любой стране точки. Что бы я ни говорил, Ша, я не оставляю, у меня есть все-таки надежда на тебя, теплится у нас в сердцах надежда на тебя. Ты сегодня опять сидел рядом, прямо с Кадыровым, в непосредственном доступе к его телу, поэтому помню. Тумсо, зная коллективное сознание своего народа, можешь сказать, в каких случаях они чеченцам могут вызвать чеченку или это неприемлемо никак. Почему это встречается у нас такое, бывает. Бывают такие моменты, когда, допустим, два близких друга, чеченец и кабардинец-чеченец, аварец-чеченец-доргинец, они близко дружат, у них родственные отношения, и, например, этот брат просит в руки дочери своего друга для своего сына. То есть, он хочет женить своего сына на дочери этого своего друга чеченца. И в такой ситуации, например, этот чеченец, конечно, ему не откажет, он выдаст за него. Много есть таких примеров, когда просто приезжали, допустим, уважаемые люди из наших соседних народов, просили руки и, конечно, не отказывали. Таких, как правило, такие браки, они имеются в каждом народе, но они в меньшинстве, в большинстве своем. Но люди пытаются, конечно, выдавать за своих исключительно, нормальные люди это делают исключительно из каких-то практических соображений. Есть, конечно, и представители различных националистических взглядов, они, конечно, будут это делать из своих убеждений. Но в целом, как правило, это востороняться, это не распространено. Но имеет место быть. Я сам знаю людей, которые выдали, очень достойные люди, выдали они тоже за достойных. Но это их решение, и никто не может это осуждать. В Томсал, в Дагестане все чаще происходят события, противоречащие нашей религии и традициям. Как думаешь, делается ли это в том числе из подачи из вне республики, то лебеди танцующие, то еще что-то? Не знаю насчет подачи. Люди сами склонны к тому, чтобы нарушать традиции и обычаи. Постоянно должны быть те, кто порицают порицаемое и побуждают к одобряемому. Поэтому, когда таких людей становится меньше, порока в обществе становится больше. Если порока стало больше, значит порицающих этот порок стало меньше. Вот причина. Томсал, я армянин. Согласись, если бы чеченцы были бы христианами, то войны и распри между вами с русскими не было бы. Ты скажи это грузинам. Что за вопрос такой? Неужели ты, будучи армянином, не знаешь пример Грузии? Грузия это православная страна. В основном, большинство грузин, они православные христиане. Небольшое количество там есть мусульман, аджарцев, но в большинстве своем это христиане. И как с христианской Грузией поступила Россия, о которой ты говоришь? Или спроси об этом украинцев. Они тоже все православные. До недавнего времени вообще они все входили в одну единую церковь. Очень близкие друг к другу народы. Посмотри, что с ними сейчас происходит. Их не спасло то, что они являются христианами. Так что нет, от империалистических идей не может спасти ни религия, ни народность, ничего. Если рядом с тобой находится такой сосед, мощное государство, и это государство имеет амбиции империи, хочет стать второй Византией, продолжением Византии, то ты от этого никуда не денешься. Ни религия, ничего тебя не спасет. Что насчет того, что официальный представитель МИД России выступила с недовольствием из-за того, что в Турции поставили памятник Джохару Деву? Да, кстати говоря, это тоже актуальная тема. Значит, как вы помните, на днях в Турции был открыт парк имени Джохара Деву. Это правда не памятник. Я не знаю, почему они так в официальном своем заявлении в МИД России заявил, что это памятник. Это парк имени Джохара Деву. И вот вчера, 15 декабря, официальный представитель МИД России, Захарова, значит, высказала недовольство. Захарова осудила открытие памятника Джохару Деву в Турции. Представитель МИД Захарова осудила открытие памятника Джохару Деву в Турции. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя установление памятника лидеру сепаратистского движения в Чечне Джохару Деву в Турции, подчеркнула принципиальность позиции России по отношению к памятникам террористам. террористам. Раните на телеканал РТ, да, вы знаете нашу принципиальную позицию в отношении установления любых видов памятников, экстремистам, террористам, боевикам и коллаборационистам. Эта позиция неизменная, принципиальная и относится к любой стране точки. Я здесь заметил очень такой сдержанный тон официального представителя России в отношении Турции. Вы заметили, если бы, допустим, что-то подобное было бы в США или в европейской стране, там когда-то что-то такое происходит, там тон такой бывает, мы достойный ответ и туда-сюда, а тут такой прям сдержанный очень тон. Видно, что это ситуация, которую не прокомментировать нельзя, то есть они должны что-то по этому поводу сказать и должны сказать что-то не очень, ну что они недовольны, то есть какое-то осуждение они должны высказать, но делают это крайне аккуратно, чтобы не наруш, не пострадали их отношения с Турцией. Это говорит о том, что турки и Турция сегодня играет очень важную роль для России, и они видят в них ту страну и тех партнеров, с которыми ругаться они не хотят. Сейчас турки для них важны, поэтому такой очень сдержанный тон. Ну а вообще, конечно же, Захаровой стоило бы побеспокоиться о памятниках Сталину, улицах имени Сталина, но разве будут они об этом беспокоиться? Мы-то знаем, что и Путин, и все они не гордятся Сталином, они любят его. Как думаешь, боксер и академик отвлекается от Игры Престолов на твой эфир? Ну, в данный момент, я так понимаю, они проводят встречу там. Одна известная женщина из окружения Ахмеда Закаева, она вернулась домой, уехала к Кадырову, и они в честь этого там собрали эту группу быстрого реагирования. Это бывшие сторонники Ичкерии, которые где-то не выдержали каких-то испытаний или просто из-за своей продажности перешли на сторону врага, стали предателями. Он обычно собирает эту группу быстрого реагирования в лице Хамбиева, Дадаева, Шаатурлаев, еще каких-то, в общем, деятелей. И они рассуждают о том, что вот какая была плохая, значит, Ичкерия, и какая хорошая сегодняшняя российская, Кадыровская Чечня, какими плохими были наши герои, и какими хорошими являются сегодняшние предатели. И вообще, дескать, мы же не предатели, мы же все хорошие. В общем, они всегда сидят, рассуждают. И вот сегодня очередной был повод для того, чтобы он собрал эту сабантуи, так как приехала эта женщина. И они, как обычно, в общем, всех сидели, поливали. И присутствовали там эти музыканты. Тот самый музыкант, который поет эту песню Яхья Лукенти, парни с честью переводится. И я заметил, что он постоянно на вот эти вот собрания с бывшими Ичкерицами, он постоянно приводит этого музыканта, этого певца, и дает ему петь эту песню. Исключением не явилась и сегодняшняя встреча. Она транслировалась в прямом эфире в Инстаграм у Кадырова. И там пелась эта песня. И я сегодня понял, почему он это делает, почему всегда играет эта песня. Кадыров использует эту песню, как экзорцисты, вот эти изгоняющие джиннов. Как они используют отдельную суру из Курана, чтобы выявить джина. Вот вы видели, как они работают. Приходит человек, значит, нужно проверить, одержим ли он каким-то джинном. Ему читают эту суру из Курана, и если в нем действительно есть джин, если он одержимый, то он начинает как-то там неадекватно себя вести, что-то кричать, дрожать. Вот Кадыров точно так же использует эту песню для бывших сторонников Ичкерии. Когда этот тип начинает петь Яхйолу Кенти, он смотрит на реакцию человека. И если у него на лице начинается какой-то процесс, видно, что что-то у него внутри не дает ему покоя, то Кадыров решает, а в этом человеке еще, значит, есть какое-то достоинство, он еще не готов к пути Ахмата Кадырова, значит, над ним нужно еще поработать. И там начинается, видимо, электрофорез, сажание, я не знаю, на бутылки, насилование швабрами, избиение, вот это все. И обратно, видимо, приводят опять как профилактика, как индикатор. Ставят песню, опять Кадыров оценивает, смотрит на мимику, подает человеку какой-то знак или нет. Если же человек, ничего на его лице не происходит, то есть он абсолютно равнодушен к этой песне, значит, все, все достоинство из него ушло, вымыто, выбито. Человек полностью готов к пути Ахмата Кадырова. Он действительно целиком и полностью стал предателем. И вот тогда он, видимо, может присутствовать на этих встречах и в целом считать себя Кадыровским сторонником. Единственное, что бы я ни говорил, Ша, я не оставляю, у меня есть все-таки надежда на тебя, теплится у нас в сердцах надежда на тебя. Ты сегодня опять сидел рядом, прямо с Кадыровым, в непосредственном доступе к его телу. Поэтому помни, что мы все еще на тебя надеемся. Мы до этого надеялись на Майка Тайсона, когда он, помнишь, там надо было просто чуть-чуть Тайсену приложить усилия, но он подвел. Я надеюсь, что ты нас не подведешь, что в один из дней ты сделаешь то, что должен сделать. Ша. Короче, мы тебя еще не списали, имею в виду. Потом все, дай свои комментарии по суду Германии и его приговора. Мы в прошлом эфире разве не комментировали это, или я что-то путаю? У меня каждую ночь проходят чаты в Телеграм, голосовые чаты. И поэтому мы можем что-то усудить в чатах, и мне кажется, что мы говорили об этом в эфире. Это, значит, приговорили этого Соколова, он же Красиков, к пожизненному заключению без права на досрочное освобождение через 15 лет. Тут в европейских странах пожизненное заключение, оно имеет, то есть здесь нет такого абсолютного пожизненного, как в России. То есть посадили тебя, и все, типа ты сидишь теперь до самой смерти. Здесь как бы в разных странах есть порог какой-то, который ты отсиживаешь, и после этого ты имеешь право на УДО, условно-досрочное освобождение. И, по-моему, в Норвегии, допустим, 21 год, вот через 21 год он сможет этот проявить, например, подавать. В Швеции меньше, кажется, вот в Германии 15 лет. Те, кто осужден на 15 лет, они, значит, пожизненные, они спустя 15 лет подают как бы это прошение, и комиссия рассматривает, если считают, что человек, типа, исправился, он не представляет угрозы для общества, то его могут освободить. Так вот, значит, этого Соколова-Красикова, его лишили этой возможности, он как бы сел на абсолютно пожизненный срок, без права на прошение о условно-досрочном освобождении или о помиловании. Это хорошая новость, суровый приговор для подобных преступников. Это очень хорошо для того, чтобы неповадно было следующим соглашаться на совершение подобных преступлений. Но есть одно опасение, так как за этим человеком стоит российское государство, оно не скрывает, что заинтересовано в этом деле. После того, как он был приговорен к пожизненному заключению, официальный, значит, представитель России в Германии, то есть посол России в Германии, он сказал, что это акт, недружелюбный акт в отношении России. То есть приговор преступнику, он откровенно говорит, что это наш человек, и приговор его, наш человек имеет в виду не просто гражданин, а это работник нашей спецслужбы. Ваш приговор, суровый приговор в его отношении, это недружелюбный акт в отношении нашего государства. Это говорит о том, что они будут пытаться его вытащить. Как помните, в Катаре произошло, убийц Зелимхана и Индарбиева посадили, но Россия добилась того, чтобы их вернули обратно в Россию. И вот сейчас они, конечно, будут пытаться этого человека освободить, вернуть его в Россию. И вот сейчас очень важно, чтобы Германия, конечно же, не пошла на такую сделку. Я надеюсь, что Германия не пойдет на подобное. Но ничего, конечно, исключать нельзя. Будем наблюдать. Журналисты должны держать под контролем этого, это дело, чтобы никакой сделки не произошло тайно. Его тайны не отдали. В общем, будем наблюдать. Илья Муромец. Я не понимаю, почему дочь Навального вышла получать награду за отца, почему это был не сын Кадырова, ведь Чечня самое безопасное, свободолюбивое место в Галактике. И путь Ахмата – это путь в своде слов мата. Кстати говоря, выступление Дарьи Навальной, я посмотрел полностью это выступление, и был впечатлен. Она очень, очень крутую речь она там произнесла, что вызвало оправданный фурор у европарламентариев, они все аплодировали стоя, когда она закончила свою речь. Это было очень круто. Да, мы понимаем, что, конечно, речами вряд ли что-то можно изменить, но когда на таких высоких трибунах звучат подобные вещи, подобная правда, а это ведь был призыв к действию, более решительному, перестать быть прагматиками, перестать дружить с преступниками и тиранами, пытаясь получить из этого какую-то выгоду и действовать более радикально, что ли, решительно. Если подобные речи звучать не будут, то и действий как бы ожидать тоже не стоит. Поэтому это очень, очень важное было выступление, я благодарен Дарье Навальной за это выступление. И, ну, не знаю, я очень как бы рад тому, что она так выступила. до этого я ее вообще никогда ни в каких, ни в публичных, ну, никак я ее вообще не видел, ни выступающей, ни где-то даже на фоне, я не помню ее. И тут она очень приятно удивила этим выступлением. Я был согласен со всем, что сказала дочь Навального, кроме того момента, что Навальный стремится к Европе, с его расизмом, он далек от принципов европейцев в этом вопросе. Ты глубоко ошибаешься, если думаешь, что в Европе нет людей с расистскими или с националистическими убеждениями. Дорогой друг, здесь целые партии есть, крайне правые, крайне националистические. Здесь есть государства, у руля которых сегодня правительство сформировано из таких праворадикальных товарищей, как, например, Венгрия, как, допустим, возьми ту же Польшу, там, конечно, не сказать, что они там нацисты, но это люди с правыми взглядами. Так что взгляды Навального, даже те старые взгляды, которые, мне кажется, он во многом отошел от прежних своих взглядов, но даже если мы возьмем Навального прежнего, то здесь европейские, многие европейские политики дадут фору даже этому старому Навальному с его такими жесткими правыми взглядами. А так, последние взгляды Навального и то, что он транслировал, по крайней мере, это как раз полностью вписывается в общие такие европейские ценности, в европейском направлении, по крайней мере, он мыслил это точно. Субтитры 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 Субтитры